Курс доллара постепенно подбирается к рекордной отметке за последние несколько лет. Психологическим барьером можно считать 28 гривен 87 копеек за единицу американской валюты. Такой курс был зафиксирован 23 января 2018 года. Определенный запас прочности еще есть. Пока что в обмене, как можно приобрести доллар США за 28 гривен 65-67 копеек. Однако тенденция к удорожанию инвалюты вызывает беспокойство у одесситов. Вы следите за курсом гривны? Да, уже 30-х скоро. С чем связываете падение валют? С руководством таким, как у нас. Скажите, а вы сбережения предпочитаете в гривне или в долларах держать? В гривне? Откуда у нас доллар? Наверное, это связано все же таки с политикой Национального банка, я думаю. Вы свои сбережения предпочитаете в гривне держать или в долларах? В наше время слово сбережения это как-то так. Относительно, относительно. В наших условиях, в принципе, конечно, в основном в гривнах, потому что в долларах это проблематично. Все выше и выше, но доллар, я имею в виду. А с чем это связывает? С экономикой, видимо. Вы предпочитаете свои сбережения держать в гривнах или в долларах? Ну, безусловно, в долларах. Я связываюсь с экономикой положением в стране, плюс политический кризис, который уже больше двух лет, который не стабилизируется, это мое мнение, конечно, лично. И я скажу, что это тоже фактор эпидемии, который по всему миру связан. Вы сбережения предпочитаете в гривне держать или в долларах? Сейчас, в сегодняшний день, я думаю, лучше в долларах. Эксперты отмечают, важно избежать паники среди населения, ведь она всегда лишь усложняет ситуацию на валютном рынке. Аномально высокий спрос на доллар девальвирует национальную валюту и заставляет Нацбанк применять экстренные меры. Специалисты отмечают, что экономических предпосылок для падения гривны практически нет. Нынешняя ситуация сложилась из-за политических проблем. С платежным балансом все хорошо, он сейчас в профиците. Хоть в сентябре месяце было сокращение до 26,5 миллиарда долларов золотовалютных резервов, но это абсолютно не критично. Но вот то, что у нас существует реальная опасность открытого нарушения Конституции со стороны Верховной Рады, со стороны президента, то это влияет на все и, прежде всего, на валютный курс. Сказать бы, что такое экстраординарное, которое бы повело за собой такое резкое падение, абсолютно не вижу. То есть, это могут быть и просто какие-то попытки раскачать гривну, учитывая действия нашего суда конституционного. Вот, если посмотреть по доходам населения, у которых были бы какие-то свободные средства, чтобы доллары покупать, их особо не стало. Вот, наоборот, скажем, за октябрь месяц население продало больше валюты, чем купило. Поэтому здесь, я думаю, это очень такой короткий, кратковременный всплеск. Специалисты отмечают, что укрепление гривны также ждать не стоит. Скорее, следует вести речь о стабильной медленной девальвации, которая не будет негативно сказываться на национальной экономике. Надеюсь, что наше правительство поняло, что дорогая гривна или дешевый доллар – это не есть показатель развития экономики. Вот, и поэтому таких искусственных скачков, как это было, скажем, в декабре, в октябре прошлого года, год назад, когда доллар сильно опустился, думаю, что больше не будет. Вот, мы будем наблюдать, что рост будет становиться дороже, но это будет медленно и не спеша. То есть так, что, в принципе, ни экономика, ни граждане, которые получают зарплату в гривнах, этого не заметят практически. Тем не менее, остаются неэкономические риски, на которые чувствительно реагирует бизнес. Определенные решения органов власти, далекие от правового поля, могут негативно сказаться на курсе гривны и не только. Ситуация, она пока не критическая, но если Зеленский будет идти дальше по неконституционному пути, то может произойти отток капитала, девальвация, паника. И то, что у нас было в 2014 году, может повториться. Проще говоря, пока что глобальных проблем нет и массово бежать скупать доллар не стоит, отмечают эксперты. Главной проблемой, как всегда, могут стать решения наших политических элит. В то же время полуторагодичная избирательная вереница закончилась. До следующей ярмарки мандатов и должностей еще далеко. Поэтому принимать популистские решения большой надобности нет. Остается лишь уповать, что в органах власти это отчетливо понимают. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал Репортер.